На суде маску спецагента мужчина не снимает и на вопросы журналистов по-прежнему молчит. Александр Нечапуренко по версии следствия придумал убедительную легенду, чтобы проводить на девушке изощренные опыты. По словам свидетельницы, мужчина заявил, что является сотрудником спецслужбы и предложил ей пополнить ряды тайных агентов. Однако для этого нужно было пройти, скажем так, курс молодого бойца. По словам пострадавшей, Нечапуренко заставлял девушку самостоятельно делать себе капельницы, наносить порезы и даже пить собственную кровь. По версии следствия, после нескольких месяцев издевательств за курсы выживания мужчина потребовал гонорара, а потом дарственную на квартиру в академическом районе. После отказа на девушку напал неизвестный. Мать пострадавшей так переживала за дочь, что переписала на лжи агента жилплощадь. Судебное разбирательство затянулось на несколько месяцев. Но все это время Нечапуренко находился под домашним арестом. Нечапуренко Александр Дмитриевич признать виновным в совершении преступления. Нечапуренко признали виновным по статье «Мошенничество». Но из-за смягчающих обстоятельств у мужчины первая группа инвалидности. Его обязали выплатить лишь штраф в размере 450 тысяч рублей. После того, как суд выдаст полную версию приговора, будет изучена данная оценка и решен вопрос о наличии оснований для его обжалования.